Всем привет! Сегодня я хочу сделать макияж тематики Хэллоуин. Это для меня будет что-то новенькое, такого плана макияжа. Я делала очень редко, буквально два раза. Но новое это всегда интересно. Давайте пробовать! Вот, я начала с того, что я нанесла тональный крем и консилер чуть-чуть посветли в районе вот здесь, для рисунка. Тут, ну, немного вокруг губ осветлила. Вот, сделала уже макет рисунка. Вот так он выглядит, и решила сделать его без камеры, так как первый раз это было немножко, конечно, кропотливо, немножко необычно. Ну, я думаю, вроде как получилось. Мне, в принципе, нравится. Ну, вот, в принципе, вы видите рисунок, как бы он идет вокруг глаза, аккуратненько, вот линии. Вот, вот тут чуть-чуть увеличивается рисунок. И просто, смотрите, одинаковое расстояние между линиями выбираете, делаете вокруг глаза немножко, вот, чтобы по форме видите, вот, как идет у вас по строению лица. И вот, чтобы округлости были, чтобы остался объем. Вот, и просто потом проводите вот эти вот маленькие закруглые такие вот линии. Вот, в принципе, все. Есть такой вариант еще сделать такую бесцветную бровь, тоже, думаю, будет интересно, но я пока сделала так. Так, и еще маленький нюанс буду рисовать у маленького паучка. Надеюсь, получится. Хочу тенями. Тенями от Essence All About Rost. Вы можете, в принципе, любыми тенями черными или темными. У меня просто сейчас нет именно черных матовых. Черные матовые, конечно, подойдут лучше всего. Я буду пробовать вот этот оттенок. Он, в принципе, вот этот вот шиммерный. Или вот эти два буду смешивать. Просто, чтобы была тень. Я тенями вот тут вот полностью прошлась по рисунку, чтобы придать ему, как бы, яркость, как бы, оттенок тень. Чтобы это действительно было похоже на паутинку. Вот, вокруг глаза я нанесла более такие темные тени. Они у меня чуть-чуть с шиммером. В принципе, вы можете нанести любые тени. Вот на рисунок такие более сероватые, приглушенные, какие-то тона коричневатые. Вокруг глаза, в принципе, любой. Лучше, конечно, всего это матовый черный. Но если у вас нет, можно такой темный коричневый. И, я думаю, будет неплохо смотреться. Главное, вот, чтобы вокруг глаза было темное и оттеняло дальше по рисунку. У меня немножко поменялась концепция рисунка. Потому что я сначала хотела сделать вот этот рисунок здесь, на этой стороне и тут тоже. А тут маленького паучка. Но паучок смотрелся довольно-таки странно и незаметно. Как будто просто грязное пятно. Я решила, как бы, разбавить этот рисунок и нанести вот тут паутинку. А здесь уже самого паучка. Паучка я не срисовывала. Нарисовала его как могла. Можно, конечно, взять какой-нибудь красивый рисунок и тоже срисовать. В принципе, вот, если вы не умеете рисовать, но хотите такой вот рисунок сделать, можете просто вот один кружочек делаете. И вот этот, но чуть-чуть продолговатый. Вот он, чуть-чуть продолговатый. И рисуете шесть лапок. Вот линию выводите так, так и так. Как лапка паучка, тройная такая. Вот тут вторая. Тут третья. И там остальные тоже. Вот эту можно просто... Вот как она торчит. Видите, как маленький треугольничек. Вот эту, в принципе, такую же рисуете, только немножко ее, вот, отодвинута она назад, потому что она дальше. Вот. И аналогично это тоже. Я думаю сейчас обвести паучка лайнером. Надеюсь, это получится, потому что лайнер у меня такой, с тоненькой кисточкой. И он очень быстро рисует, но очень... Надо вести четкие достаточно линии. Это не сильно удобно, но будем пробовать. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует... 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 Я думаю, можно очень-очень ярко так накрасить ресницы, сделать знаменитые вот эти вот паучьи лапки. Думаю, сегодня это будет в тему. Не жалеем туши. В принципе, даже если получится неаккуратно, это даже еще лучше. К нашему сегодняшнему образу, я думаю, это подойдет. Вот такой вот получился макияж глаз. Переходим к губам. Вот, я использую карандаш Мисс Лин 39. В принципе, вы можете использовать любой такой яркий карандаш. Желательно, конечно, красный. Я думаю, это будет как раз то, что нужно. Даже будет неплохо, если это будет такой же карандаш и помада, допустим, которую вы наносили в цвет паука. Мисс Лин 39. Продолжение следует... Наносим красную помаду, у меня Maybelline 547 номер. С губами закончили, наносите обычный контуринг и в принципе все. Можно конечно еще и хайлайтер, но я решила оставить вот такой вот матовый эффект. Вот в принципе наш макияж закончен, вот так вот он выглядит. Мне нравится, что получилось. Этот макияж можно использовать на какую-нибудь маскарадную вечеринку, я думаю будет очень классно. Или на какую-нибудь фотосессию, тоже интересная идея, как по мне. Вот, надеюсь видео вам понравилось, было интересным, возможно полезным. Всем хорошего настроения, пока!